Каково считаете перспективные стримеры? Кого считаете перспективные стримеры? Почему? Как думаете, когда стрельнут? У тебя есть такие стримеры? Братики не перспективные, как по мне У них очень мало рекламы будут брать Я уже поговорил с брендами, со всякими, с агентствами Да ты опять заебал ты, сука, блять Со своими бля брендами Не в рекламе дело Не в рекламе дело Я считаю, что это пока что не пик их Но будет чуть побольше пик Но не настолько, что прям вообще постоянно будет Им надо контент просто разверить Потому что постоянно кукингами Я думаю, что они контент не будут расширять Будут держаться в своем образе Я считаю, что не совсем Не совсем нужно им отходить от своего контента Да, возможно Мое мнение, что у них есть планка То есть, что они не пробьют какое-то там число Но в принципе они будут очень хорошими, интересными стримерами Которых будут куда-то всегда звать К сожалению, сейчас те, кто есть Да, типа, давай договори У меня есть единственный стример Который мне почему-то кажется Скоро стрельнет Но тоже до своей цифры Это верни шаверну, мне кажется Потому что его Как у него все на стриме находится То это все супер охуенно И супер интересно И у него похуй Он стримит одну игру У него две тысячи людей У него охуенный чат У него все весело У него плюс мораль Он стримит другую игру У него шесть тысяч И у него также все охуенно То есть там как бы Да я не согласен с тобой частично Ты думаешь, что у него не получится? Я не думаю, что стрелять будут те, кто уже давно плавает Папа Дрейка Мама Грин Придет, придет, блядь, чел Какой-нибудь новый нахуй И просто, блядь, покажет Что такое сосать хуй Со своими десятью, блядь, двадцатью тысячами Просто придет Он еще не пришел Но он придет И так было всегда, блядь, чел Ну, откуда ты вспомнишь Со сюту Со сюту Давай, поехали, блядь Карин стримерша, стрельнула? Стрельнула Аляша стрельнула? Стрельнула Неважно, где сейчас Сколько у Аляши онлайн был? Я не знаю Девушки, они на Твиче Они быстро стреляют В бустер стрельнул А почему они, блядь, вздыхают? Потому что, блядь, они пропадают куда-то нахуй А сколько у Аляши было зрителей? Там тоже что-то, блядь, много было По тем цифр, по тем временам Ой, какой 4-5 Там двенашка, по-моему, сидела, блядь Больше, чем у нас у всех, блядь Типа там пиздец, блядь, был Я не считаю, что будут взлетать те, кто сейчас есть Я скажу Может быть, кто-то сейчас там в недрах Снизу стримит и разъебывает С соточкой онлайна И постепенно, блядь Какой-нибудь хуйня в ТикТоке залетит И па-па-па-па-па-па-пау И полетит нахуй И мы опять все пожрем говна и охуеем Да Вот я хочу сказать, что мне кажется Почему-то сейчас, когда заметили, как работает ТикТок То, возможно, какой-то ТикТокер придет на Твич И если у него получится То он может нормально разъебать Огромные аудитории в ТикТоке Они идут Они идут на Твич Им реально интересно Слушай, но у нас есть У нас же есть ТикТокер один, блядь Какой-то там, ёпта-па-па Светленький такой И что в итоге? Пукает там Парадевич? Да я хую знаю Ну и типа вроде ТикТок там какой-то вроде А сколько смотрят секс-бомбу? Сколько смотрят секс-бомбу? Нет, разговор идет о том, если какой-то бабич там придет Ой, на Ютубе Да нихуя оно не будет здесь На Твиче Твиче-то андеграунд, блядь Как и Ну от Ютуба это менее андеграундная тема Сори На Твиче все приходят, блядь, за Вот смотри Никогда, блядь, ТикТокер Который придет, сука, на Твич Никогда не станет популярным там А вот если его завирусят ТикТоке Так что вот там чел все время стримит Смотрите, как папич, блядь Ну вот пример Папич, не бабич, а папич Просто везде с этой хуйня Везде сралась, блядь Люди в курсе о папиче Которые вообще с Твичом, блядь, не связаны Но все знают Рафлан ебало То есть вот так, если только Тогда взлет охуеть Даже сейчас Вот я скажу Что есть люди Которые, ну, пиздец Как-то не очень делают Как вот ты говорил Что ко мне, например, там не приходят Они срутся там Под комментариями А ко мне не приходят Есть огромное количество людей Которые везде спамят про папича А при этом Какой папич онлайн на Ютубе? Ой, маленький Нормальный Ну, 10, это 10, наверное, его максимум, да? Ну, максимум, да Ну, обычно там 5-6 тысяч Да это пиздец, типа Но при этом все знают Все знают папича Онлайн не показатель популярности Ни в коем случае И известности Ну, даже у нас, например, с тобой Как было? Тебя намного больше знают, чем меня Даже когда, например, я там стрельнул На Твиче Тебя намного больше знали Ты был намного мединий, чем я Ну, и, блядь, потому что С Ютубом плотно участвую Вадь, а тебе вот только вписка вот, блядь, собралась приехать Я эту хуйню знал, когда они у меня еще снимали Я говорю, пиздец, ребят, это залетит У кента вообще никто интервью не брал Вот как таковое Ну, у меня Аликса на интервью брала Там 800 Да это все хуйня, блядь Это все хуйня Вот именно, что пришел интервьюер И такой, блядь, давай-ка там нахуй То есть я стараюсь как-то к проектам на Ютубе, блядь, более относиться У меня нет канала А то же никого нет Я буду жалеть о том, что у меня нет канала В дальнейшем, да Не дай бог, блядь, да При каких условиях я буду жалеть Не дай бог Но видишь в чем прикол Ты же можешь обосраться, блядь, плюс к всему И весь онлайн свой растерять По поводу Паши Ну, говорю, вот у меня все там отлично всегда с Пашей Но у нас был такой турнир, короче, у Славы Который Паша ему сам подписал То есть Слава об этом не знал Он узнал, что, типа Он говорит, а как это у меня турнир? И говорит, ну, мы думали, что ты 100% согласится Мы его взяли И, типа, Слава тогда был в аху И он сказал это на стриме Поэтому это общая доступная информация Он сказал, что мне этот турнир дали Типа, я даже не соглашался То есть, как по мне Это пиздец как хуёво Ну, то есть, это прям Ну, это прям очень плохо Типа, навязать турнир Как бы согласовать его Подтвердить Когда стример даже об этом не знает Блядь, ну, вот Основная причина Из-за чего бустер, собственно, и не стримит, блядь Это даже не онлайн Наверное Ну, ничего страшного Он перегорит Да это, блядь, не наверное Это так и есть, блядь Я знаю, как это работает, блядь Когда у тебя нет желания, условно, стримить Вот у тебя обязанности есть, блядь Передал рекламодателями Поэтому, когда, блядь, тебе Условно 11, сука 11 баннеров тебя, блядь, вешают, сука И ты должен их всех отъебашить Это такой пиздец Я вот больше там трёх, да Условно Рекламодателей не стараюсь брать одновременно Если они все с интеграциями То есть, просто, когда баннер висит там И похуй, пусть висит Но вот когда нужно, чтобы оно всё там Что-то упоминать Что-то ещё делать, блядь Закрывать эти просмотры Ой, это такой пиздец Это, ну Ну, а с другой стороны Он знал, наверное, что идёт Я думаю, он знал, да Всё-таки Всё равно же Всё равно же И не было такого, что ему Паша сказал Слав, у нас будет одна рекламодателями Он такой говорит О, класс А тут 11 Ты же делал ставку Ты же делал ставку, что стримхата, блядь, не зайдёт Да Я был уверен Я тоже делал ставку В полвремени я был уверен Три дня было бы разъёб, я считаю Было бы прям Может, пять Часов пять стрима Три дня подряд Было бы просто выебка трафика Они бы просто выебали висит Там бы, нахуй, никто даже не стримил В это время Потому что там был бы разъёб Запускалась бы стримхата, нахуй И вырубали бы просто все Потому что, ну, там реально были годные темы Которые бы Всю хуйню убираем Годные темы оставляем на три дня И просто ебём твич Но, к сожалению, там 30 миллионов просмотров Мы за три дня не получим Ну, слушай, да Типа, вот поэтому и растянули, собственно Задумывались ли вы над тем Чем будете жить Когда закончишь свою стримерскую карьеру Вот, ты задумался? Я хочу, чтобы ты первый ответил Короче, у меня тема такая Что, во-первых, я не знаю, когда она закончится То есть это тоже Это очень важный фактор Смотрите, если она закончится О, как сейчас, например, да Вдруг бы меня забанили Я как гексоген на год съебался Потом бы пришёл на вас Я бы смотрела там 100 человек И я бы, типа, такой Ну, если бы мне это хватало То я бы, типа, стримил Если бы не хватало, то я бы убил Непонятно, когда она закончится Если она закончится в 40 лет Понимаете? То, возможно, я там уже буду готов к чему-то Скажу так Типа, есть у меня варианты Которые бы я мог сделать в реальной жизни Но я их пока просто не хочу реализовывать Потому что я не хочу разделяться Всё-таки, типа, контент, который я хочу делать Я хочу направлять именно Сейчас это не будем называть на Twitch, как я всегда говорил Я хочу это направлять на стримы Как бы мой спад Ну, у меня есть спад, понятное дело Но всё равно же меня кто-то смотрит Значит, я ещё кому-то нужен Поэтому я буду просто делать контент А потом уже То есть я на этом сейчас прям так сильно не задумываюсь Но подушка безопасности есть Тебя будут смотреть Смотреть до тех пор, пока ты, блядь, будешь самим собой В любом случае Главный, блядь, залог успеха стримера Это, блядь, постоянство Все стримеры падали по причине того, что они съёбывались Чего я, блядь, не желаю как раз бустеру Но он не упадёт У него есть подушки безопасности Видеть других соцсетей Он не упадёт, потому что он ебёт YouTube рот и в жопу Да-да-да-да-да И TikTok, блядь, и Insta Всё ебёт, короче Но, видите, вот, например, мы с Вадей, блядь Ну, наверное, хуё бы насосались Не будь у Вади там YouTube Я хуёв пососу точно У меня спад статы, блядь, в Insta А у меня спад, блядь, всё На Twitch, типа, сам по себе Но мне, блядь, так лень Вот, понимаешь, это вот уже моя такая хуйня Но жалеть же будешь в любом случае Да, я буду жалеть, и я буду жалеть, что я выстроил политику Что я не рекламил на ёб, блядь Я тоже буду жалеть, блядь, когда всё станет настолько плохо О, по поводу рекламы Вот хочешь я сейчас скажу? Буквально две минуты, чтобы ребят понимали У меня был такой момент, когда Я очень хорошо общался со злым Не, я сейчас с ним хорошо общаюсь Он мне сказал как-то такую фразу Говорит, а зачем тебе, типа, деньги? Говорит, если у тебя, типа, на всё хватает Я подумал, блядь, охуеть А это я могу респектануть своим зрителям Убрать дохуя рекламы И интеграцию КС Горана у меня будет 5 минут Думаю, стоп, я вообще могу её не делать То есть я куплю там, например, 15 интеграций И буду делать там 2 месяца Я думаю, ебать, я красава Меня, наверное, зрители будут уважать У меня был пиковый онлайн, огромные цены У меня были офферы такие, которых я никогда в жизни не видел То есть, ну, эти офферы, знаете, типа По уровню оплаты Такие офферы, как дают там охуенным артистам И я такой, типа, думаю, нет Я буду респектовать своим зрителям И не буду ничего брать, ничего не буду делать Меня забанили Я не делал рекламу Ну, то есть, получается, были короткие стримы У меня был такой момент Я делал розыгрыш Короче, прикиньте Мне пишет Тёма, который отдаёт призы Он пишет, что мы сегодня должны скинуть человеку 30 тысяч Я захожу на мою карту, а у меня 90 тысяч А чтобы вы понимали Ну, то есть, много кто присосан к моей карте Ну, кроме Наташи Понятное дело, что она, ну, никак У неё, типа, свои деньги, всё нормально Много кто присосан Я понимаю, что у меня 90 тысяч Вы понимаете? То есть, типа, вы не понимаете в масштабах, как это работает Когда тебе за розыгрыш нужно сейчас скинуть человеку 30 тысяч А тебе, типа, ты сейчас делаешь одно действие, второе в жизни, в третье Тебе нужно туда деньги, туда деньги, туда деньги У тебя квартира 2000 долларов Ты такой, типа Ты знаешь, знаешь, типа Ты поясни, потому что Могут с говном схавать, типа Бля, ебать 90 тысяч, бля Не, я вот объясняю Это пиздец Это три месяца я вёбываю, бля В Старбаксе, нахуй Да, я объясняю Вот ты поясни про это, да Я объясняю, смотри Ситуация такая, что Как бы вы не думали Но я страчу огромное количество денег На призовые На всю эту хуйню И у меня ещё есть такая тема Которой, блядь Просто, знаешь, я ни у кого такой хуйни не видел У меня ебучий рот Который, вот, хоть бы кто-то мне хуй засунул Я сидел с полным набитым ртом Я зачастую, да, у меня идут турниры Вот у меня идёт турнир на 100 тысяч Я смотрю, у меня играет там кто-то Я говорю, о, если выиграешь, я тебе нож подарю Следующая катка А если выиграешь, я тебе нож подарю Я захожу Я подарил 53 ножа Вот такой хуйней Ну, ты представляешь Розыгрыши И я вот просто дарю ножи людям Захожу, ножа нет О, дай я подарю тебе ножи И люди к этому даже привыкли Они говорят, а подари там тому-то, тому-то нож, ебать А чё ты, типа, не можешь подарить И подходит к тому, что Когда тебе нужно вливать дохуя всего на контент А ты такой, типа, блядь, а у меня просто нет денег Ты пишешь рекламодателю Он говорит, так ты же рекламу не делаешь Как я тебе могу скинуть ещё, типа, деньги Понимаешь? То есть, типа И доходит до того, что я думаю Ебать, а у меня были такие офферы А я ничего не брал Я не брал Я 4 месяца не делал рекламы Я даже видео своём пожаловался Я заныл Ты говори, ребят Говори, давайте мы сделаем такую тему Что вы мне будете сами писать гоу-рекламу Потому что я уже просто не могу её делать, нахуй Типа, это прям жёстко Да, и это 100% у тебя было бы Когда ты подумал, блядь, а чё нахуй я не брал рекламу, блядь Чё я, блядь, сидел вот так А теперь, блядь, сижу, нахуй, ебашу, блядь, за пятёру Вопрос Первая реакция Эвилона на уход бустера Это я всё подряд Это не с целью подколоть Я всё подряд Не-не-не, я понимаю Короче, фишка в том, что Я вам уже объяснял Я делал специально 15-минутный разбор того, что Это всё эмоциональный сбой И никакого ухода нет Это просто, типа, ну, вот был момент Когда было хуёво Типа, вот этот момент сейчас Мы с ним поговорили после этого в Дискорде Он говорит, да, да мне просто хуёво Типа, я говорю, единственная фраза, за которую я его притянул Я говорю, нахуй ты сказал, что ты запустишь, когда меня разбанят Говорит, ты сейчас запустишь, тебя в рот выебут, нахуй, за это Потому что это довольно серьёзная фраза Ты не просто так и пизданул Ты там снял повязку, миллион тиктоков Я говорю, типа, за это тебя могут пиздануть Он говорит, ну, типа, я думал, тебя разбанят Я говорю, ну ты чё, блядь, пиздец, нахуй Прямо завтра и разбанят, когда ты будешь стримить Я просто говорю к тому, что, типа, со Славой всё хорошо Он снимает ролики, он снимает ролики на второй канал Он играет в игры Он сейчас записывает очень много материала на Ютуб Он просто, ну, типа, сейчас ему нужно побыть на Ютубе Он придёт потом на Твич Я думаю, всё будет нормально Но хз, с какими цифрами, кстати Вот тут я не могу предположить, я не знаю Не, с хорошими, почему, с хорошими Но я говорю, я не знаю, с какими То есть он может прийти через месяц Все могут сказать, да ты охуел Не, Вилон, просто смотри, в чём прикол Конкретных людей, в том, что они уходят не по своей причине Они уходят, потому что их забанили, блядь А когда человек сам ушёл, народ всегда будет ждать, пока он подрубит Поэтому, блядь Ну, надеюсь Это немножко другое Конечно, будут ждать, о чём ты, блядь Я ему тоже выписал, типа Говорит, типа, братан, я понимаю, как это, чё там у тебя происходит Сам в таком говне был, но как-то справлялся Давай мы тебя все ждём Я, как бы, написал ему, он сказал спасибо И, как бы, всё на этом То есть он не поделился ничем Может быть, личные какие-то там приколюхи Может быть, просто тильте был Поэтому, ну, я, как бы, тоже поддержал Потому что я с точки зрения рекламодателя ему написал То есть, типа, вот такая-то хуйня бывает в говне Ну, он получает удовольствие от Ютуба Я очень рад, поверь, я с ним записывал ролик Оно занимает меньше времени, блядь, Ютуб Ты выделил день Ну, тоже верно, да Условно проебался и с корешами пообщался Высорвал ролик, он зашёл И народ продолжает его смотреть А на стриме ты вырубил стрим, всем похуй на тебя стало, блядь До следующей подрубы Вот как это работает Ну, я говорю, просто я записывал с ним ролик по стендоффу Понимаешь, он был такой радостный Просто в нём видна жизнь То есть, видно тот бустер, который угорает, смеётся Который радостный, который, просто, я не знаю Ну, вот он счастлив В видосах рекламу делать не надо просто Не, почему, у него что Тоже надо У него появится сейчас реклама Он же будет только на Ютубе делать рекламу И прикол в том, что, типа, ты такой Вау, типа, это вот бустер И бустер врубает стрим, который такой, типа, блядь Ну, я ничего не хочу Я поиграю в КС Я поиграю в Фортик Оно придёт, поверьте Вот он сейчас отсидится И оно всё равно придёт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!